Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий председателя и судьи. Повестка дня на сайте квалификационной коллегии судей Ставропольского края. Сегодня решали судьбу своего коллеги Юрия Макарова. Ушел в отставку с припиской по собственному желанию. Хотя было ли такое желание, вопрос отдельный. Если называть вещи своими именами, тут скорее вынужденная необходимость. После того, как прославился на всю страну при активном посредничестве некого пользователя или неких пользователей социальных сетей. Итак, видео, загруженное в интернет, покажем чуть позже. А пока скриншот с камеры наблюдения в магазине у автозаправки. Человек, похожий на Макарова, в сопровождении блондинки. Вот Макаров, вот блондинка. Почему-то девушка полностью обнаженная. Как ни в чем не бывало, пробивает товар на кассе, а ее спутник внимательно наблюдает и снимает происходящее на мобильный телефон. Выглядит, конечно, необычно, но, чтобы не сказать странно, еще более странной выглядит реакция самого Юрия Макарова. Сначала однозначно все отрицал, а потом вдруг начал настаивать. Дескать, ему таким образом отомстили. Кто и за что, узнаем Артема Кола. Артем, приветствую. Здравствуйте. Так Макаров в кадре или все-таки нет? Ну, об этом все-таки его коллеги умолчали, но отпустили с миром. После такого-то пикантного видео с камер наблюдения на одной из заправок Краснодарского края. Видно, как фигуристая блондинка без одежды непринужденно покупает бутылку вина. На втором плане ее снимает мужчина, который явно увлекся процессом. Оно и понятно. Но все бы ничего, если бы общественность не узнала в этом мобильном репортере председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрия Макарова. Если это касается судей, то, конечно, не входит никакие рамки и противоречит кодексу судейской этики. В первую очередь, будем говорить так. Это вообще недопустимое явление. Официально судейская коллегия сегодня даже не пыталась выяснить, кто этот таинственный оператор заправки с обнаженной блондинкой. Коллеги Юрия Макарова рассмотрели заявление об увольнении по собственному желанию, которое он написал накануне. Кто за то, что будет удовлетворить заявление Макарова Юрия Николаевича о прекращении уполномочий председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя и судей по собственному желанию? Прошу голосовать. Кто против? Единогласно. Таким образом, полномочия Макарова Юрия Николаевича в качестве председателя и судей прекращаются. Это пиканто-видео появилось в интернете еще в начале августа и сразу наделало много шума в Ставрополе. Судью, конечно, быстро узнали, но он до последнего отвергал все нападки и обвинения. Говорил, что это не он. После журналистом телеграм-канала Мэш признался, это месть друзей террористов, которых он 16 лет назад отправил в тюрьму. Я подъезжал вот там две недели назад к дому, подошел и тоже какой-то такой, ну, стройный, потянутый, с акцентом говорит, ну, вы, Макаров, ну, вот вы рассматривали 16 лет назад дело. Ну, я говорю, да я много дела рассматривал, что в чем вопрос? Ну, вот, вы заходите в интернет, пользуетесь. Я говорю, ну, кто сейчас, все пользуются, ну, вы зайдите, посмотрите. Ну, я так как-то немножко загруппировался там, опасаюсь, ну, потихоньку и иду в сторону направления, и мне вслед говорят, а дальше может быть хуже. Рассказать это своим коллегам и сотрудникам правоохранительных органов, что его преследует, бывший судья почему-то не решился. Даже сегодня на заседание коллеги не пришел, но юристы говорят, и хорошо, что дело не дошло до официального разбирательства, иначе у Макарова могли бы возникнуть проблемы и побольше. Если бы она в голом виде появилась в школе или в детском саду, там, где есть, если бы ее увидел ребенок, то это же можно было бы квалифицировать по 135-й статье Уголовного кодекса как развратные действия. А поскольку он был с ней, ну, явно с ней, да, то с участием его уже в уголовном правонарушении. Маленьких детей на заправке, к счастью, не было, видимо, поэтому даже полиция не стала искать обнаженную девушку, ее мобильного репортера, хотя неявно нарушили административный кодекс. Ходить голым в общественном месте – это мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф. Видимо, уже бывшие коллеги судьи Макарова снисходительно подошли к этому вопросу. Ну, наказание, Алексей, оказалось намного суровее. Артем Кол о карьере, разрушенной голой блондинкой.